Друзья, добрый день! Меня зовут Людмила, мы с вами на канале Урожайный сезон и сегодня я вам расскажу, почему моя рассада не вытягивается. Посмотрев эту передачу, вы всегда будете знать, где какие гаечки вам подкрутить, чтобы ваша рассада была крепкая и коренастая. В этом видео мы поговорим об очень важной теме, о такой, как вытягивание рассады. Как заранее это предотвратить, что делать, если рассада уже вытянулась и разберем основные причины, по которым рассада тянется вверх и вытягивается. А также мы разберем, что же делать, если ваша рассада уже вытянулась и как ее спасти, чтобы в дальнейшем получить хороший урожай. Если вы готовы, тогда мы начинаем. Первая и, наверное, основная причина вытягивания рассады это недостаток освещения. Наша задача создать в нашей рассаде такие условия, чтобы с первых петелечек они не испытывали недостатка в освещении. При нехватке света рассада, конечно же, начинает вытягиваться в поисках света, чтобы подтянуться к свету и найти какое-то освещение, за которое можно было зацепиться. И когда рассада у нас стоит на окошке и ей не хватает света, допустим, начались какие-то пасмурные дни или дождик или еще какая-то такая непогода, где нет яркого солнечного света. И рассада начинает тут же становиться хиленькой, тоненькой и начинает тянуться в сторону окна. Вы это всегда замечали, когда если у вас рассада растет без освещения. Даже один пасмурный день и мы видим, как рассада начинает наклоняться в сторону окна и тянуться за светом, которого ей не хватает. Мы проводили эксперимент со светом на стеллаже. Размер полок у нас был метр двадцать на сорок. На такой размер стеллажа нам понадобилось шесть энергосберегающих ламп, которые светили достаточно хорошо. Десяти-четырнадцати часов, я думаю, это будет более чем достаточно. Освещение у этих ламп было нейтральное. Мощность примерно около ста ватт каждая лампа. Этого вполне хватало, чтобы рассада не вытягивалась и чувствовала себя хорошо. Расстояние между полками у нас было примерно сантиметров, наверное, тридцать. Ну и плюс лампы, поэтому лампы достаточно низко у нас были над нашей рассадой. И она даже самых маленьких растишек чувствовала себя там достаточно комфортно и хорошо. Освещения ей хватало. Лампы мы использовали как нейтрального света, так холодного и теплого. Мы их просто миксовали. Две лампы у нас использовалось нейтрального света, две теплого, две холодного. И мы так делали, чтобы рассада получала и одно, и второе, и третье. Потому что ей необходимы именно все спектры освещения. А также нужно не забывать, что избыток освещения тоже несет рассаде, негативное влияние на рассаде. Особенно перец этим страдает. Может появляться такие наросты в виде пупырышков. Это на самом деле ничего страшного в этом нет. Они проходят, как только вы их начинаете выносить на естественное освещение. Но надо иметь в виду, что на перце чаще всего появляются вот эти вот пупырышки. И адема ее еще называют. И они как бы очень заставляют волноваться всех садоводов, огородников. Поэтому мы подбираем оптимальное количество ламп для освещения нашей рассады. Мы пробовали на самом деле и больше ламп. Но нам не очень понравилось. Рассада начала показывать, что ей это не нравится. Поэтому пришлось выкрутить лишние лампы и оставить шесть на такую полку. И искусственного освещения, конечно же, не хватает нашим растениям в полноценной мере. Им нужно еще и солнечное освещение. Поэтому я, знаете, как делала. Я периодически часть рассада с полки выставляла погулять на окошко в солнечные дни. И вот так, таким образом их меняла. И за счет этого она получается достаточно крепкая и сильная. И те растения, которые остаются на окошке, у них вот эти вот пупырышки из-за нехватки освещения, они начинают сглаживаться и пропадать. Поэтому тоже как вариант, если солнышко на улице и хорошая погода, то можно ее поставить на окошечко, подышать свежим воздухом и зарядиться солнечной энергией. И растение в таком случае доберет то, что ему не хватает в наших комнатных условиях. Вторая причина вытягивания рассады чаще всего кроется в том, что у нас слишком большая плотность посадки. Это уже касается не вот такой вот маленькой рассады, а та, которая уже подросла. Когда растений много, им не хватает солнца, и они начинают конкурировать между собой, вытягиваясь, стараясь, одно растение старается быть выше своего соседа, чтобы достать немножечко больше солнца. И поэтому происходит естественное вытягивание рассады. Например, мы выращивали рассаду в ящиках без пикировочным способом. И там мы сделали ошибку, мы посадили слишком близко, расстояние сантиметр-полтора было между семенами, когда мы их высаживали. И рассада на дальнейшем этапе, когда уже начала подрастать, начала вытягиваться. Потому что когда листики у них смыкаются, им не хватает света, они сами друг друга начинают затенять. А если еще добавить температуру, допустим, высокую, это было в теплице, и добавить несколько пасмурных дней, то, соответственно, рассада у нас сильно вытянулась и пошла вверх расти. Начала конкурировать за освещение. Но на ранних этапах это не так страшно. Растения пока они маленькие, еще будет хватать света. Но в дальнейшем, в любом случае, нужно их либо будет распикировать, либо и расставить горшочки как можно дальше друг от друга, чтобы они листвой не касались друг друга. Если вы хотите вырастить рассаду беспикировочным способом, чтобы не заниматься лишней перевалкой с одного горшка в другой, то беспикировочный способ хорошо себя показал. Но единственное, рассаду в этом случае семена нужно будет сажать друг от друга примерно где-то на сантиметров 4-5. Тогда у вас как бы будет все нормально, и до высадки в грунт рассада будет чувствовать себя хорошо. Также на нашу рассаду влияет температура нашего воздуха. Чем выше температура воздуха, соответственно, тем быстрее рассада начинает расти. Оптимальной температурой для прорастания семян является 25-26 градусов. И в этом случае, если у вас такая же температура будет сохраняться при росте вашей рассады, то, конечно, она будет в два раза практически быстрее расти, чем остальные, которые будут в менее теплых условиях находиться. Поэтому при появлении первых петелек рассады, особенно томатов, рекомендуют снижать температуру и увеличивать освещение. Если у нас регион холодный и у вас батареи топят очень тепло, то можно поставить либо на окно, либо воспользоваться. Может быть, у вас утепленная лоджия есть, и на время солнечных дней выносить рассаду туда. Либо сейчас очень много есть батарей, где у них регулируемая мощность отопления. Также вы можете регулировать мощность отопления, чтобы рассаде не было слишком жарко. Но если у вас такой возможности нет, то следите за освещением. Второе, что может, допустим, вас спасти в этой ситуации, вам нужно для рассады сделать хорошее освещение, чтобы она уже росла, не нуждаясь в свете, не тянулась. Потому что если будет теплая температура в комнате, соответственно, в любом случае рассада начнет расти. А чтобы она росла коренастой и крепкой, то необходима хорошая досветка. Также смотрите, если у вас в комнате, допустим, 22 градуса, либо 25-26, то ваша рассада будет расти совершенно по-разному. Это абсолютно два разных варианта. И если у вас в доме достаточно тепло, и вы не можете никак снизить температуру, тогда я рекомендую вам сажать рассаду немножечко позже. Потому что расти она начнет у вас быстрее и будет вырастет намного раньше, чем у тех, у кого 22 градуса в помещении, либо ниже. Также, как выход из этой ситуации, если у вас дома слишком жарко и рассада растет слишком быстро, для вас могут служить гномы. Это вот сорта низкорослых томатов, которые растут преимущественно такими коренастыми, крепкими, как раз вот эту рассаду мы видим у блогеров, которые нам показывают ее и рассказывают, какая она крепкая и красивая. Это именно гномы. И они не так сильно вытягиваются. Они вообще, если вы заметите, вот этой рассаде две недели. Но так как мы сейчас ее посадили слишком рано, мы сдерживаем ее рост низкой температурой, получается. И плюс это гномы. Это гномы, которые вообще не склонны к вытягиванию. Поэтому это стоит учитывать. Высокорослые сорта вытягиваются намного охотнее и быстрее, чем низкорослые. Низкорослые, они долго сидят, такие коренастые и крепенькие. И они не склонны к такому вытягиванию, как высокорослые сорта. И даже по рассаде можно уже определить, какой это сорт. Высокорослый или это низкорослый томат. Поэтому тоже как вариант выход из ситуации. Сейчас очень много низкорослых сортов. Они плодоносят ничуть вообще не хуже, чем высокорослые. Если некоторые даже приносят намного больше урожая, чем высокие томаты. Поэтому стоит задуматься. Я думаю, это выход из положения для тех, у кого нет возможности выращивать рассаду в более прохладных условиях дома. Также, конечно, мы должны с вами не забывать о сроках посадки. Да, конечно, я понимаю, что хочется посадить что-то уже побыстрее, чтобы увидеть эти зеленые всходы, которые так радуют глаз. Но не стоит торопиться, потому что в этом деле нам не обмануть природу. И рассада растет, как растет. Поэтому очень важно рассчитывать сроки посадки. Очень многие путаются, до сих пор не могут научиться правильно рассчитывать сроки посадки. Допустим, я могу на примере среднеспелых сортов рассказать вам, как мы рассчитываем посадку в средней полосе. Это вот Московская область. Если в Московской области мы высаживаем томаты где-то примерно 20 мая, то, соответственно, рассада среднеспелых сортов должна у нас быть в возрасте 60 условно дней. 60 дней это 2 месяца. Отсчитываем мы от 20 мая в обратную сторону 2 месяца. Это получается 20 апреля, 20 марта. У нас должны появиться первые всходы. И, соответственно, закладываем дней 5-10. И получается, что числа 15 марта мы должны ее посадить. Вот. Все просто. Все на самом деле очень просто. А дальше вы уже, исходя из того, что у вас получится, вы можете немножечко подрегулировать и посмотреть, как же вам удобнее сажать. Укладываетесь вы в эти сроки или нет. Рассада лучше будет, если она будет немножко меньше, чем положено, чем она перерастет. Но хочу сказать также защиту переросшей рассады, которая вытянулась. У нас была ситуация, когда мы раздавали свою переросшую рассаду, когда она у нас вытянулась, в добрые руки. Очень много людей приехали к нам. И с благодарностью ее разобрали, нашу рассаду, потому что как раз в регионе прошли грозы, дожди с градом. И все, что люди посадили, было беспощадно побито градом. И вот мы им раздали эту рассаду. И буквально вот после сбора урожая начали собирать у них отзывы про рассаду, которая немножко вытянулась. Но была, наверное, еще единственная рассада, которую можно было найти в округе. И вы знаете, все сказали, что получили очень хороший, достойный урожай. Поэтому вопрос, стоит ли спасать переросшую рассаду? Наверное, да. Наверное, я скажу, что да, стоит ее спасать. С нее можно получить достойный урожай хороший, с условием, конечно, того, что она попадает потом в хорошие условия и за ней ухаживают. К этому вопросу мы еще в дальнейшем обязательно с вами вернемся. Также не забывайте, что на рост нашей рассады влияют и удобрения. Удобрять рассаду следует только в том случае, если у вас для нее хорошее освещение и не такая высокая температура. Поэтому вы учитывайте, как только вы ее начнете удобрять, она начинает идти в рост все больше и больше, формировать не только корневую систему, но и начинает идти вверх. А также, смотрите, если уже рассада у вас вытянулась, что мы можем сделать? Конечно же, если это томаты, мы можем это все заглубить. Перец тоже некоторые садоводы-огородники заглубляют и говорят, что, в принципе, если у него еще стебелечек зелененький, а не стал деревянным, да, не начинает древеснеть, то, в принципе, его можно тоже заглубить. И он точно так же, как томат, потому что это одно семейство, это посленовые, они точно так же дают корешки. Вот, можем немножечко заглубить. Если рассада уже выросла, и в тот момент ей не стало хватать света, она у вас потянулась вверх, мы можем верхушечку у нее отрезать, тем самым, стимулируя боковые побеги. Оставьте там несколько-несколько почек, из которых пойдут потом дополнительные у нас пасынки. И с этих пасынков вы сможете собирать урожай. Точно так же вот эту вот верхушечку, которая у вас осталась, вы можете поставить в воду на укоренение. Через дней 5 точно у нее появятся корешки, и вы сможете ее посадить в воду, и она уже станет достаточно хорошим, полноценным растением, которое вы сможете вырастить. И таким образом у вас из одного неудавшегося томата получится два совершенно нормальных томата, готовых приносить вам урожай. Мы можем с вами подвести итоги. Для сдерживания роста растения нам необходимо снижать температуру. Таким образом вы должны уже будете решить для себя сами, исходя из тех условий, которые у вас для рассады предназначены. Точно так же мы можем сдерживать рост нашей рассады подсветкой. Если достаточно освещения мы даем нашей рассаде, ей тоже некуда тянуться, и она начинает нормально развиваться, и развиваться, становится коренастой и крепкой. Также у нас мы пробежались по сортам. Мы знаем теперь, что индотерминатные высокие сорта у нас склонны к вытягиванию, и низкорослые сорта у нас не вытягиваются. Коренастые, красивые, поэтому тоже как лайфхак может вам послужить какой-то идеей. Также мы должны не забывать про хорошие дренажные отверстия и умеренный полив, потому что если вода застаивается, или мы переливаем наше растение, то оно тоже может немножечко двинуться в рост за счет того, что у него слишком много влажности. Можно также рассказать еще про темную ножку, которая может появиться при избыточном поливе, когда рассада ни с того ни с сего начинает просто падать, и поднять ее бывает невозможно. Это тоже касается полива, поэтому очень внимательно следите за тем, сколько вы поливаете. Если у вас дренажные отверстия в стаканчике очень хорошие, то вода у вас беспрепятственно просто покинет ваш стаканчик, и ничего страшного не произойдет. Поэтому не забываем хорошие отверстия делать для нашего растения, чтобы у нас почва и дышала, и уходила лишняя влага, не закисала, не загнивала. Это очень важно для наших растений, для нашего будущего урожая. По поводу полива, очень многие спрашивают, как поливать, но никакого ответа однозначного никто не может дать, потому что все тут индивидуально. У каждого своя температура, у каждого свое солнечное или не солнечное окно, на котором стоит рассада. Может быть, это стеллаж. Также объем стаканчика имеет огромное значение. Почва, которая в стаканчике, она может либо быстро пропускать воду и высыхать, либо удерживать воду и держать ее долго. Я всегда ориентируюсь на сами растения. Я смотрю, когда нехватка влажности, по нему сразу видно, у него теряется тургур немножечко, и начинает немножечко листва, такая становится более такая вялая, он опускает ушки. И, конечно, в таком случае нужно уже срочно поливать рассаду. Также нужно смотреть, если у вас солнечная сторона, и маленький вдруг стаканчик, и выглянуло солнышко, то у вас просто за день может сгореть вся рассада, из-за того, что солнце просто ее сжарит. Тоже, опять же таки, это у каждого свои условия. Нужно смотреть, исходя из того, что вы видите, что происходит с вашей рассадой. Просто чаще заглядывайте к ней, смотрите, и вы научитесь понимать, как она выглядит, и что она у вас просит. А таким образом мы, наверное, сегодня коснулись некоторых тем, которые нам помогут сделать нашу рассаду крепкую, коренастую, предотвратят вытягивание. Вы будете уже смотреть за рассадой и понимать, что ей нужно. И как только у вас появится, если вдруг склонность у рассада к вытягиванию, вы уже знаете, что применить, и будете уже вооружены. Хорошей вам рассады и до встречи. Пока!